Друг Господь, мы славим и благодарим Тебя. Спасибо Тебе за то, что Твое сердце, оно открыто для спасения человека. Спасибо Тебе за то, что ты открыт для того, чтобы сегодня заключить завет. Господь, с детьми Твоими благостави это время, Господь. Покрой Его своей защитой, милостью и пускай радость, которую Ты, Господь, сегодня приготовил для всех нас, будет с нами во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете присаживаться. Прежде всего, я хотел бы поздравить всех вас с этим прекрасным днем, с днем вашего завета с Господом. Это большая радость не только для вас. Это радость для всех ваших близких, родных. И я уверен, это большая радость для неба и для самого Господа. И прежде чем мы перейдем непосредственно к самому священнодействию, к самому крещению, я хотел бы дать вам небольшое наставление. В Евангелии от Иоанна в первой главе описана история призвания Нафанаила. Начиная с 47 стиха по 51. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, что видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Божье Слово говорит, что Иисус первым обратил внимание на Нафанаила. Он первым его увидел. Перед тем, как позвал его Филипп, Иисус говорит, что «Я уже видел тебя с самого начала, видел тебя под смоковницей». Послушайте, прежде чем вас кто-то привел сюда, прежде чем кто-то рассказал вам о Христе, Иисус видел вас, видел ваше сердце, видел, что вы Ему нужны, что вы очень ценны для Него. Второе, очень важно будет понять, кто для вас является Иисус Христос. Не знаю, заметили вы или нет, но Нафанаил самый первый из учеников, который сказал, что «Ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Потом Иисус, спрашивая учеников, за кого вы меня почитаете, Петр ему скажет «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но первым, кто это понял, первым, кто принял это в свое сердце, был Нафанаил. Поэтому очень важно понимать, кто для вас является Иисус Христос. Если Он для вас просто мудрый человек, просто учитель, просто пророк, то мало что может измениться в вашей жизни. Если вы его не принимаете сердцем как своего личного Господа, то мы как бы часто говорим, вы войдете в воду как сухой грешник, а выйдете из нее просто как мокрый грешник. Внешне может быть что-то изменится, но внутри мало что может поменяться. Но если Иисус Христос действительно для вас является Богом, действительно для вас является Господом, Сыном Божьим, то в момент крещения небо будет открыто для вас. В момент крещения, когда вы примете этот завет с Богом, что-то поменяется здесь на земле, в ваших сердцах, и там, на небе. Вы будете запечатлены как дети Божьи. И теперь ваше жительство будет на небесах. Теперь вы будете небожителями. Ваша жизнь изменится. Об этом говорит Иисус, начиная с 50-го по 51-й стих. Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что Я тебе сказал, что видел тебя под смоковницу. Увидишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым, и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». И Иисус говорит, что после того, как вы верой примите, что Он является Сыном Божьим, что Он является Богом, то Бог будет по-другому открываться для вас. Вы на все посмотрите уже под другим углом, другим взглядом. Мир вокруг вас останется такой же, но вы на него будете смотреть уже другими глазами. Сегодня вам будут задавать два вопроса. Веруете ли в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя, и обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Вы должны будете сказать громко и четко «да» или «верую». Так, чтобы слышало и небо, и земля, все вокруг нас, и преисподня, что вы теперь дети Божьи, что вы принадлежите Богу. Дьявол и земля еще, может быть, будут пытаться вам намекнуть, что вы грешники, что у вас ничего не получится. Но это ложь. Вы должны понимать, что вы дети Божьи. Вы должны понимать, что Бог так не думает, что Он теперь вас по-другому назвал. Посмотрите, ведь Он первым вас увидел, Он первым вас заметил, Он привел вас сюда, Он одел на вас белые одежды, и теперь вы дети Его. Теперь перед вами другая жизнь, совершенно другая, наполненная Его благословениями. То, что Он для вас приготовил, наполненная той мудростью, которую Он для вас приготовил, тем разумением слова, которое Он приготовил, тем служением, которое Он для вас приготовил, жизнью, которую Он теперь видит в вас, благословенных детей своих для окружающего мира. Теперь вы призваны, чтобы не грешить, а чтобы делать добро. Теперь вы будете призваны для того, чтобы служить людям. Теперь вы будете призваны для того, чтобы говорить Евангелие окружающим вас, людям, близким и родным. И сегодня мне хотелось бы помолиться за вас, чтобы по ту сторону Баптистерия, по ту сторону Иордана, которая здесь на картинке, началась новая страничка вашей жизни. Страничка, наполненная служением Богу и служением людям. Давайте мы поднимемся и совершим эту молитву. Друг Господь, я благодарю Тебя за это время, за эту возможность, Господь, присоединиться к Церкви Твоей, присоединиться, Господь, к Царству Твоему. Мы просим о том, чтобы Ты благословил, Господь, каждое сердце, чтобы Ты дал Свой мир, Свою радость, Господь, чтобы Ты дал, Господь, это благословение стать детем Твоим. Боже, покрой Своей защитой, покрой, Господь, своим миром каждого брата и сестру. И пускай это время принесет Тебе всю славу, всю хвалу и радость для всех нас, во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете присаживаться, я немножко расскажу, как будет все происходить, ориентированные моменты. Прежде всего, у нас будет совместное фото с пасторами, нас сфотографируют. После этого пастора зайдут в воду и совершат молитву. Будут два пастора, которые будут сегодня крестить. Вам помогут определиться, кто будет первым, вторым и так далее. И вы по двое человек заходите к пасторам и становитесь справа от него. Перед тем, как вы будете идти, вы можете на своем месте снять масочку, положить ее на стульчик, и вы будете находиться без маски. Пастора останутся в масках, так как у нас есть карантинные ограничения. В воде вас будут еще раз фотографировать. Это будет личное фото вместе с пастором. Пастор поднимет одну руку к небу, вторую руку он положит поверх ваших рук. Вам нужно будет сложить ручки таким образом. Одна поверх другой на своей груди. Поверх ляжет рука пастора, и одна рука будет поднята к небу. В этот момент вас сфотографируют. Какими вы хотите быть на этой фотографии, такими будете. Хотите быть серьезными, будьте серьезными. Хотите улыбаться, улыбайтесь. Эти фотографии потом нужно будет получить, вам их подарят. Вам зададут вопрос, веруете ли в Господа Иисуса Креста, как своего личного спасителя. И вам нужно будет ответить, правильный ответ да. Следующий вопрос. Обещайте служить Ему в чистой и доброй слове до конца своей жизни. Опять же ответ да или обещаю. После этого на основе, и будут произведены слова, на основе вашей веры, на основе вашего обещания крестим вас в воде, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. На слове аминь вам нужно будет задержать дыхание. Буквально на полсекундочки. В этот момент вас пастор аккуратно погрузит в воду и поднимет. Не беспокойтесь, долго держать никого никто не будет в воде. Знаете, чтобы грехи, говорят, откисли. Никого мы еще за это время не утопили, но с другой стороны, никто от нас сухим не вышел из воды. Так что все крестят, слава Богу, это благословенное время. Если у вас есть, допустим, проблемы со спиной, вы не можете наклониться назад, просто скажите об этом пастору, тогда вы сможете присесть и он на вас сверху может полить водичку. После этого вы спокойно выходите, переодевайтесь и как можно быстрее возвращайтесь, потому что у нас еще будет торжественная часть, мы будем вам вручать подарки, поздравлять вас и еще в конце помолимся. Я думаю, что первым пойдут сестры, так как им немножко больше нужно времени для того, чтобы переодеться, а потом уже пойдут братья. Договорились? Есть ли вопросы по организационной части? Все понятно, да? Хорошо, тогда, дорогие пастора, давайте мы сделаем фото и будем начинать. Все, пастора, можно заходить в воду. Боже наш, мы славим тебя величайно. Мы дякуем тебе, Господи, за то, что рука твоей помощи не старалась. Ты продолжаешь спасать людей. Мы просим, Господи, благослови сьогодние цехречения. Благослови каждого, кто будет встретиться, благослови за эти цю воду, и я скажу, что это будет твоя воля. Я иисуса Христа. Аминь. Спасибо. 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 Слава Богу! Слава Богу! Що у Христа хрестилися, у Христа зорягнулися, арелуя! Веруйте в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя! Веруйте! Веруйте! Обещайте и служите Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни! Да! На основе вашей веры и вашего обещания Христи в Господе в имя Отца, Сына и Святого Духа! Аминь! Усі ли, що у Христа хрестилися, у Христа зорягнулися, арелуя! Усі ли, що у Христа хрестилися, у Христа зорягнулися, арелуя! Веруйте! 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 Усі ли, що у Христа хрестилися, у Христа зорягнулися, арелуя! Усі ли, що у Христа хрестилися, у Христа зорягнулися, арелуя! Вернуйте в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Вернуйте в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Обещайте ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни. Обещаю. На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде в имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пусини, что в Христа есть карь了, у Христа зольно�нится, Аллилоуя. Пусини, что в Христа bouncingся, у Христа зольно�нится, Аллилоуя. Веруйте ли в Господа и Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Обещайте и служите в чистой и доброй совести до конца своей жизни. На своем вашей вере и ваше обещание крестим вас в воде в имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Усилий, что у Христа крестилися, у Христа завятулися. Аллилуйя. Усилий, что у Христа крестилися, у Христа завятулися. Дорога цена и меснотец, благодарим тебе за подаренное нам время. Боже, спасибо за каждого брата и каждую сестру, мы сегодня заключим с тобой за ее. Мы просим, сопротив, сохрани помимо каждого из них и пусть их жизнь будет достойной примером для многих. Помолись во имя Иисуса Христа. Аминь.